Манипуляция заведения мотора у него выплыла из памяти, и мои действия не вызывают у него ассоциации. А интересно, если бы сел на заведенную машину, повел бы, от волнения ухудряясь заплутать с трех соснов, и выкатываясь совсем не оттуда, откуда хотел. Но все-таки выкатываясь. Наши расположились грамотно, прикрывавшись броней. Останавливаюсь аккуратно с прицелом пулемета с БТР. Вылезаем, вытаскиваем в Гене. На встрече спокойно идет Николай. Совершенно неожиданно протягивает руку мотобору. А отрекомендовывается и спрашивает, врач ли мотобор. Мотобор, ну, самое подходящее слово, он охренел. Точно, руку не пожимает. Показав, явно растерял свою лапу. Потом, говорит, уже слышно ему раньше, хетти. Старшой кивает. То, что ему отказали в руку пожать, видимо, его мало спутило. А вот Морфу неопределенно задачил. Удивил, победил. Как источник информации, Морф показывает смалый интересен. Он может рассказать на своем балапюке, с моим кривым переводом, только про медлабораторию. Что происходило в лагере, не знает. Да и возили его в кутки без окошек. Хотя проскакивает намеком, что, видимо, его использовали в акции украшения. Но развивать эту тему он не хочет категорически. Связи по-прежнему нет. То есть с кроштавским кораблем и с телеями связь в порядке. А вот соседи что-то заткнулись. И стрельба осмолзла. Это совсем непонятно. Не было артиллерийской пальбы. Нечебо было в танки вывезти. Должна была бы часть брони уцелеть. Да и дымов оттуда не видать. А горящая техника дает такие чадные столбища, что слепой тот, если не увидит, то за пару километров будет не быть. Хотя не так, что для этой техники обязательно должна пылать контроль. Но вообще желание лезть на завод пока...